Всем привет! Санкоксидая. Сегодня будет обзор вот такой вот модели от производителя Наш Автопром. Это у нас ГАЗ М1 ТАКСИ в 43 масштабе. Но перед тем, как начать обзор, я хочу вам сказать огромнейшее спасибо за активность на прошлом видео. Там набралось что-то около 40 лайков, около 500 просмотров, где-то так подписчики прибавились, да. Спасибо вам огромное. Комментарии там, комментариев приличное количество. Давайте делать так на моих обзорах всегда. Ну это желательно. Это, конечно, не попрошайка, но огромное спасибо. Еще раз говорю. Ну а мы погнали снимать обзор. Честно говоря, я свои ожидания занизил, когда заказывал эту модель. Ничего абсолютно не ждал от нее. Но, к моему удивлению, модель получилась очень неплохой. Реально очень неплохой. Я часто говорю так в своих обзорах, но в этот раз модель реально зачетная. Насчет искажений сказать не могу. Ну, вроде как все довольно точно. От журналки эта модель не сильно отличается. Та же самая журналка. Возможно, даже на тех же пресс-формах сделано. Все это. Но модель очень неплохая. Не кривая, не касая, ничего. Даже катается ровно. Резина довольно качественная. Расшивка вроде неплохая. Рисунок на них есть. Колпаки, диски. Выхлопная система прокрашена. Огромный плюс. Вроде как мелочь, но снизу модель преображается сразу. Она реально воспринимается лучше, так сказать. Модель не скучная. Вот что про нее можно сказать. Так как это такси, машина выполнена не просто в черном цвете, а двуцветная, так сказать... В общем, модель в двух цветах. Это довольно интересно. Я хотел именно в таком цвете модель заказать. Чтобы она как-то выбивалась из моих представительских авто. Я их поставлю, эту модель, туда именно, потому что она все же относится как-никак к тому периоду. Да и вообще... Ну, детализация донышка. Опять же, говорю про нее. Помимо выхлопной системы, все неплохо. Вот, все даже хорошо. Погнали дальше, посмотрим. Так. Запаска. Запаска имеется. Она в таком чехле. Мне нравится, как это детализировано. Вот эти вот все складочки. Интересно выглядит. Хрома не пожалели на эту модель. Хром, серебрянка. Очень много ее на модели присутствует. Но решетка радиатора не так сильно детализирована. Видите? Радиаторы не проглядываются вообще. Вообще, это одна деталь. Ну, тут только фото-травление. Больше никак. Хотя, что вы хотите от дешевой модельки, в принципе? Рублей за 300 ее можно купить. Реально. Даже в детском мире. Кто-то даже игрушка считает модель. Да что кто-то? Так даже написано на упаковке. Игрушки транспортные. Видите? Значит, модель, наверное, и не модель. Ну, раз так пишет сам производитель, значит, он не пытается в детализацию, я так думаю. Он знает, для кого он делает эти модели. Кто их покупает. Серьезные коллекционеры, которые уже собирают модели достаточное количество времени, эти модели брать не будут. Я думаю, возьмут Ист какой-нибудь. А это так. Что-то на уровне журналки, как же я и говорю. Потому что отдельными деталями здесь очень мало элементов. Нет, они есть. Но их мало. Вот, например, ручки можно было сделать отдельными деталями. Да много тут чего можно было сделать отдельными. Ну и цена. Извините меня. Еще из минусов. Возможно, минусы. Пластик. Пластика очень много в этой модели. Крылья все, подножки вот эти вот. Крыша из пластика. Вот эта вот половинка. И металл. Я не уверен, что металл. Он может быть и металл, но он какой-то тонкий, мне кажется. Ну, мне салон понравился. Салон у этой модели реально классный. Он простенький, как вся моделька. Но приятный. Считайте, он даже покрашен. Ну, по крайней мере, он просто сделан другой цвет пластика. Не просто черный, а какой-то даже белый, можно сказать. Приятный, в общем. И модель сама приятная. Вроде NAP. Не сильно отличается от журналки, но... Я такое люблю. Я такое собираю. Мне заходит. Смотри, что еще заметил. Какие-то вздутия на лакокрасочном покрытии. Вот, вы можете видеть. С этой стороны модель, конечно, пыльная. Хотя, приехала она мне только вчера. Да. А грехи какие-то есть. Минусы остальные мы с вами уже обсудили. Ну, а так, что сказать по модели. Очень неплохо. Вот эта вот вся линейка мне нравится. Если вам не так сильно бросается в глаза то, что я перечислил, берите модель. Вам нужно заполнить пробелы на вашей полке. Если так, однозначно берите. Для этого журналки, я так понимаю, и придумали, чтобы заполнять пробелы на полке. И, как я говорил, модель пойдет у меня представительским автомобилем. Я эту тематику люблю. Хочу развивать в дальнейшем. Красивые автомобили. Мне вообще легковые автомобили очень нравятся. Я их собираю даже больше, чем грузовые. Грузовики и то у меня только журнальные. Это от Диагостини и от Мадимио. У меня, по-моему, всего два грузовика. Ну, ГАЗ АА, который не очень удачный. Вайтама. Четыре грузовичка, считайте, у меня таких есть. Но это, так сказать, полуторки. Их к полноценным грузовикам не отнесешь. Поэтому я собираю именно легковые автомобили. А вы пишите в комментариях, собираете вы больше легковые или все же грузовые автомобили. Может быть, автобусы. Я не знаю. Какая-нибудь спецтехника там. Может, у вас какие направления в коллекции. Какой масштаб. Вот у меня конкретно вообще по 43-му я. Ну, и 64-й в последнее время стал собирать. У меня и 72-й, и 35-й есть. Даже 24-й два мотоцикла есть. Я, считайте, еще пока не определился. Но все же моим фаворитом скорее всего остается 43-й масштаб. Ну, только журналки я вот собираю. Я, может быть, и не коллекционер. Я собиратель. Вот такое вот видео получилось. Да, так вот резко. Я хотел с вами поговорить не только об этой модели, но и о своей коллекции в целом. Понравился ли вам видеообзор? Пишите в комментариях, ставьте лайки. Естественно, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, я, Автопанжер. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока.